Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли писать иконы святых до их прославления? Попадались иконы отца Данила Сысоева, Серафима Роуза, матча Ксепхора и другие. Поэтому церковные каноны запрещают писать иконы людей непрославленных, в том числе подвижников благочестия. Кроме тех случаев, когда вопрос о их канонизации решен, в священном синоде были заслужены доклады, комиссия по канонизации проверила все необходимые материалы, изучили догматическое мышление и тексты этого святого, его нравственную жизнь, изучили чудеса по смерти, происходящие на могиле этого подвижника, и приняли решение о том, что действительно этот человек свят. Он не соделывается святым. Вот вчера был страшным грешником, и сегодня церковь решила, что он святой, и все, человек прямо сразу становится святым где-то там на небесах. Нет, это происходит процесс узнавания. Не просто узнать в человеке, с которым был знаком, с которым общался, с которым ел, пил и лекарственным покупал праведника. Потому и необходимо пройти 30 лет, пока пройдет некоторая рецепция узнавания, пока современники этого человека не будут говорить, так как он святой, знаем мы этого святого и так далее. Поэтому, когда это узнавание уже произошло, дается благословение написать икону этого святого, и в день официальной канонизации она будет явлена миру вместе с раками мощей, вместе с многими другими иконами. Но когда процесс канонизации еще не произошел, есть искушение написать икону этого подвижника. Но делать так не надо. Молиться перед иконой непрославленного святого нельзя. Мы о непрославленных подвижниках благочестия совершаем панихиды за упокойное богослужение, пишем записки за упокой. Но про себя еще молимся. Верю, что ты предстоишь перед Господом Богом, допустим, Маршка Симфора, и можешь молиться о нас. Поэтому замолви и о нас, словечко перед престолом Всевышнего. Господа любви, Господа сил, Господа славы. Ну и молимся Богу об упокоении души, это святой, или подвижником благочестия. Так что не торопитесь писать иконы, не торопитесь их приобретать, скачивать с интернета, распечатывать. Рано. Прислушайтесь к голосу Матери Церкви, когда Он скажет тебе, можно молиться, ты дай молись, а говорит, подожди. Ну подождите. Со смирением и с терпением. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok